Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Готовность номер один. До летнего сезона остаются считанные дни. Здравницы курорта готовятся к приему гостей. Ночь музеев уже в эту субботу. Какие сюрпризы готовят работники музеев для анапчан и гостей города, решивших присоединиться к акции? ЗАГС отмечает юбилей. Жители курорта в цифрах статистики. Заседание Краевого совета безопасности провел в Анапе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава города курорта доложила о готовности объектов санаторно-курортного комплекса к сезону. Главное, на чем акцентировали внимание руководитель Края и Сергей Павлович Сергеев – обеспечение безопасности отдыха миллионов гостей. Наша задача – сделать так, чтобы наши отдыхающие с нашей страны получили качественный отдых по адекватным ценам. И, конечно же, этот отдых должен быть безопасным. Давайте сделаем так, чтобы без паспорта безопасности ни одна гостиница, дом отдыха, турбаза, не были допущены к фактическому приему отдыхающих. Это одна зависит. Вот паспорт безопасности нужен для того, чтобы он просто был, для того, чтобы мы от него отвязались от того иного объекта доказания грошных условий. А то потому что жизненная необходимость. Жизненная необходимость сейчас. Глава Анапы Сергей Сергеев заявил о готовности отзывать паспорта безопасности через суд, если соответствующие требования будут нарушаться. Вопросы безопасности в приоритете. Арендаторы пляжей должны будут установить свыше 120 видеокамер, которые будут интегрированы в систему «Безопасный город». Она содержится на деньги из муниципального бюджета и реально помогает выявлять значительный объем правонарушений. 17 проездов на пляже закроют для свободного проезда. Нами совместно с ГИМС формированы мобильные группы, которые в летний сезон патрулируют акваторию с целью пресечения фактов незаконного проката маломерных судов. В жесткой позиции придерживаюсь в организации работы по выявлению и пресечению фактов нелегального производства и оборота алкогольной продукции. На постоянной основе ежедневные рейдовые мероприятия по объектам сферы проводят специалисты управления торговли. И дополнительно с 15 мая по 30 сентября мы формируем, и они уже начали работу, 35 мобильных групп из числа сотрудников администрации. В ближайшие 5 месяцев регион будет жить в особом режиме. Это испытание для инфраструктуры, сказал губернатор. В Анапе и сельских населенных пунктах энергетики вложили в сети и подстанции порядка полутора миллиарда рублей. Кроме того, к нынешнему курортному сезону в городе заменили 78 километров сети водоснабжения и канализации. Такая модернизация проведена впервые за 40 лет. Резюмируя выступление, хотелось бы отметить, что значение еще имеет большой инженерно-инфраструктурный проект. Завершилось строительство на территории Анапы водовода в 1200 миллиметров. И это, конечно, позволит снизить вот те нагрузки, эти проблемы частично решить. Завершается строительство канализационного коллектора. И также, я думаю, что в этом году завершится строительство водовода Витязева. К сожалению, пока федеральная целевая программа завершает свою деятельность. Но мы получаем информацию от коллег фенералов, которые говорят, что в рамках новой с 2019 года реализованной программы мы также сможем участвовать в инженерных и инфраструктурных проектах. При этом Анапа была и остается главным детским курортом страны. По словам Сергея Сергеева, в шести ранее закрытых собственниками детских лагерях сегодня идет ремонт. Их планируют открыть к следующему сезону. Пока в городе-курорте действует 37 детских здравниц. Каждый прикомандирован врач-педиатр. В детской больнице к лету откроют второй приемный покой. Медики перейдут на 12-часовой рабочий день. Глава города озвучил рекомендации специалистов. Запретить использование розеток в жилых комнатах детских лагерей. Вывод сделан из событий прошлого года, когда произошел пожар в одной из детских здравниц. Причиной стало неисправное зарядное устройство для мобильного телефона. Счастью, обошлось без жертв. Губернатор отметил особую важность организации детского отдыха. Группами или родителями на побережье приедут более 700 тысяч детей. В целом, турпоток ожидается на уровне прошлого года. Между тем, одна из основных тем, которая обсуждалась на сегодняшнем совещании – детский отдых. На данный момент все здравницы готовы к приему маленьких гостей. Наша съемочная группа побывала в одном из крупнейших, не только в Анапе, но и в России детских центров, смене. Анапа – это не только самое яркое солнце России. Это один из главных детских курортов нашей страны. Этот город будто предназначен для отдыха детей самой природой. Уже более 50 лет Анапа принимает маленьких гостей и активно развивается в этом направлении. Сохранить и преумножить – одна из важнейших задач в санаторно-курортной отрасли. Некоторые детские здравницы закрываются. Мы же идем вперед по той причине, что это стратегическая задача государства. И государство нам дает государственное задание на то, чтобы мы развивали эту отрасль и показывали в том числе собственным примером, как нужно развиваться, какие программы. Сегодня этот, один из четырех крупнейших детских центров нашей страны, находится именно в Анапе. Здесь ребята совмещают отдых и образовательные программы. Здесь происходят важные встречи с известными политиками, актерами, музыкантами и общественными деятелями. Сейчас полным ходом идет разработка учебных программ, которые лягут в основу работы новых профильных смен, связанных именно с природными ресурсами села Сукко. Морские программы, не только купание, но и сами морские программы – это наш приоритет на следующий год. Мы уже планируем развивать те программы, которые ребенок может посещать, обучаться. Не только плавание в классическом виде, потому что купание происходит очень быстро. Это заход в море на пять минут, существуют определенные нормативы и санпины, которые не позволяют ребенку переохладиться и так далее. Но есть еще с использованием маломерных судов, вот мы работаем в этом направлении. Сейчас в смене строят парк будущего. Это масштабный проект Всероссийского центра профессий, который реализуется по поручению президента России. Десятки тысяч ребят со всей страны будут приезжать на отдых в Анапу и получать знания о профессиях, которые востребованы сегодня на рынке труда. Ну и, конечно, наберутся сил под Анапским солнцем, станут более самостоятельными и уверенными в себе. А еще найдут множество новых друзей. Пешеходам проход запрещен. Новая велосипедная дорожка полностью готова к эксплуатации. На ставшей уже популярной велодорожке, расположенной на Пионерском проспекте, установлены специальные знаки и нанесена разметка. Впрочем, любители пеших прогулок правила не нарушают, а велосипедисты целыми семьями осваивают новый объект отдыха. Это особо ценили гости Анапы. Внимательными к отдыху приезжих оказались и руководители санаториев, вдоль которых проложен спортивный объект. В одном из пансионатов пошли на эксперимент. Открыли велопрокат и совершенно бесплатно выдают двухколесных коней отдыхающим. От желающих уже сегодня нет отбоя. На велодорожку отсюда выезжают целыми семьями. Отлично, что она здесь есть. Мы пользуемся, любим, вообще молодцы. Те, кто ее придумал, сделал и поддерживает в чистоте и порядке. Как рассказали в пункте проката, с появлением дорожки спрос на велосипеды существенно возрос. Теперь любители этого вида спорта могут спокойно наслаждаться отдыхом, не подвергая риску ни себя, ни детей. Люди приходят, берут. Бывает так, что в день уходит по 130 велосипедов. То есть, работает. Велодорожка работает. Оценили велодорожку и местные жители. Татьяна Чистова передвигается исключительно на велосипеде. Теперь уверена, запасные колеса точно не понадобятся. По такой велодорожке катит супер. Сделано очень быстро. Спасибо администрации города. Я думаю, что оценят не только местные, но и отдыхающие. Но, пожалуй, особое удивление у всех велосипедистов вызвало то, что на спортивном объекте идеальный порядок. Специалисты предприятия «Чистая Анапа» несколько раз в день здесь проводят уборку. Основные работы городские коммунальщики уже завершили. Санатории тоже не остались в стороне. Обновляют адресные вывески и высаживают цветы на закрепленных территориях. Кроме этого, на всем Пионерском проспекте нанесена выделенная зона вдоль всей трассы. Для любителей дальних поездок на велосипеде предусмотрена собственная полоса для движения в обоих направлениях. Столетие отмечает в этом году система отделов записи актов гражданского состояния. В среднем в год в Анапе происходит 8 тысяч событий, которые требуют регистрации. В ЗАГСе отмечают, что рождаемость в городе-курорте выше, чем смертность приблизительно на 20%. С каждым годом увеличивается число семей, в которых больше одного ребенка. Так, по итогам 2016 года пятый малыш родился в 20 семьях, тогда как годом ранее в 12. На 8% стало больше родителей, у которых четверо детей. Двое детей более чем в 1100 семьях, на 4% больше, чем в 2015 году. Если в 2006 году зарегистрировано 1836 рождений, то в 2016 году уже 2689. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали 892 акта о рождении. Самые популярные имена, присвоенные мальчикам – Михаил, Артем, Ярослав, Дмитрий. У девочек который год остается популярным имя София, а также популярны Мария и Виктория. 18 мая работники музеев отмечают свой профессиональный праздник. В России эту дату учредили 39 лет назад. В субботу вся Кубань присоединится к акции «Ночь музеев», посвященной празднику. В городе-курорте акция проходит 11 раз. С каждым годом она становится только популярнее. Те, у кого нет времени окунуться в мир искусства днем, смогут сделать это после захода солнца. Изменят привычный график работы 60 культурных заведений региона. Библиотеки тоже подготовят познавательные и развлекательные программы. Наша съемочная группа узнала, какие новые сюрпризы ждут посетителей в этом году. В музее посетителей ждет традиционный экскурсионный час. Им расскажут о раскопках древнего города и археологах, принимающих в них участие. После экскурсии на территории музея развернется настоящий амфитеатр. Ощутить себя глазиатором смогут не только актеры, но и некоторые зрители. Лучшие бойцы получат призы от Анапского археологического музея. Открывается наш амфитеатр, большая арена, на которой ежегодно музей показывает какую-то изюминку из черного ящика достает. Кота, скажем так, в этом году он им является программа героя арены с участием гладиаторов. Реконструкция гладиаторских боев. Интересная театрализованная программа. То есть познакомиться с типажами гладиаторов, как это все происходило. Понятно, что это реконструкция, мы против насилия, будет имитация. Но могут быть спокойны, потому как все-таки в этом программе принимают участие профессионалы. И профессионалы, конечно, покажут свои умения, будут танцы, силовые какие-то упражнения. Торжественное открытие пройдет в Горгипе в 7 часов вечера. Анапский археологический музей приготовил для своих посетителей массу сюрпризов. Здесь пройдут передвижные выставки, а творческие коллективы города-курорта выступят со своими номерами. Ближе к ночи любители кино смогут посмотреть фильм на крепости. Картина будет транслироваться прямо на исторический памятник «Русские ворота». Не заскучают и самые юные зрители. Детям предложат порисовать и поиграть в компании своих любимых мультипликационных героев. Для совсем маленьких ребят в этот день открывается выставка, которая называется «Веселые мультяшки». Это интерактивная выставка, которая предлагает им окунуться в мир их любимых мультфильмов, как русских, так и зарубежных. Очень большая разнообразная программа. Мы всех ждем. Работать будем до самой ночи. Поэтому всех приглашаем в наш музей. Администрация города-курорта и правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего с 10-летним жителем села Витязева. Мальчик получил травму живота и по основной версии в результате падения. Сегодня жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Состояние его стабильно. Следственный комитет, который занимается расследованием этого дела, дал комментарий нашей телекомпании. В следственный отдел по городу Анапе, региональное управление следственного комитета по краю, поступило сообщение о доставлении в городскую больницу малолетнего ребенка по травмой живота. По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Следователь выехал в лечебное учреждение, опросил мальчика, который сообщил, что указанное повреждение он получил в результате неосторожного падения со снаряда спортивного, так называемая «змейка». В настоящее время ребенок прооперирован, ему оказывается необходима медицинская помощь. Его состояние расценивается как удовлетворительное. Следователям проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента. И по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19.